Как вы думаете, где лучше учить английский язык? Ну, конечно, в Англии. В таком случае, где в Англии? Что у меня за спиной? Намек понят. По опыту компании Мариади, которая совпадает с официальной статистикой, лондонские школы пользуются особой популярностью у желающих изучать английский в Великобритании. Давайте-ка с вами разберемся, почему. Меня зовут Адиль, я директор Мариади, компании, которая имеет многолетний опыт устройства своих клиентов на языковые зарубежные курсы. В Лондоне огромное количество языковых школ. Лично я считаю, всегда хорошо, когда есть выбор. Их более ста. Во всяком случае, сто лицензированных школ. Маленькие, с семейной атмосферой, или крупные, недавно созданные, или давно завоевавшие признания, все они конкурируют между собой. И это идет на пользу и ученикам, и самим школам. Мы сотрудничаем со всеми школами, однако далеко не все школы советуем своим клиентам. Мы выбираем только лучшие из тех, что есть. Сами инспектируем школы, собираем отзывы, отправляем своих сотрудников на курсы, чтобы получить собственных опыт. В Лондоне можно услышать любой вариант разговорного английского. Помните, как Холмс распознавал место жительства клиента по его говору? Вот и возможность натренировать слух, чтобы повторить фокус знаменитого сыщика. Или просто улучшить знания и приучить себя к общению с носителями очень разного английского. Если вы пожелаете поближе познакомиться с Великобританией и посетить другие английские города, устроить такое путешествие из Лондона будет проще, чем из любой другой точки страны. Железнодорожная сеть и автотрассы все сходятся в столице. Кроме того, много лондонских предпринимателей предлагают подобные экскурсии. Вестминстер-бридж. Как всегда, тьма народу. Кстати, у меня про этот мост есть записанный отдельный видеоблог. У этого моста интересная история. Советую посмотреть. На моем канале Travel Tube. Мир вокруг меня. Не выезжая из города, вы каждый день можете подбирать для себя новые места для прогулок. Мое любимое место всегда было лондонские парки. Как, например, гайдпарк, по которому я сейчас гуляю. По Лондону можно легко изучать историю Великобритании. Все политические, исторические и экономические события страны отражаются в столице. Едва ли не каждая эпоха сложной истории страны оставила свои памятники в Лондоне. Отразилась в архитектуре. Короли строили потрясающие здания. Горожане требовали постройки очередного моста. Богачи возводили особняки, которые служат вторую сотню лет и не собираются сдаваться на милость времени. Все это помогает погрузиться в историю изучаемой страны, почувствовать ее дыхание. Красоты Лондона просто бесконечны. Королевские дворцы, роскошные парки. Кстати, я вот сейчас гуляю по своему любимому парку Сент-Джеймс-парк. Просто обожаю этот парк. Будете в Лондоне, обязательно сюда загляните. Продолжение следует... Грозные башни Таура, взметнувшиеся ввысь небоскреба сколы, древние стены кентерберийского аббатства и шальное колесо Лондонай. Каждый найдет достопримечательности, которые западут в душу. Субтитры сделал DimaTorzok Да, что-что в Лондоне не соскучишься. Кстати, о лондонском глазе, который у меня за спиной, я рассказываю в отдельном видео. Рассказываю про это чудо инженерного искусства. Видео размещено на моем travel YouTube-канале под названием Travel Tube Англия вокруг меня. Обязательно посмотрите, будет интересно. Воскресенье, у всех поднятое настроение. Не похоже, что завтра всем на работу. оставляйте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в самое ближайшее время для того чтобы подобрать для вас хорошую школу самый оптимальный курс английского языка с учетом ваших пожеланий требований бюджета и сделают это абсолютно бесплатно также помогут с оформлением и подготовка к поездке так что хватит мечтать пора уже действовать звоните нам пишите кстати не забудьте лайкнуть это видео а лучше даже подписаться на наш канал все всего вам доброго пока и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»